Этот песок теперь не есть хорошо. На песку можно упасть. На песку. Почему я говорю на песку, если на песке? Саня достал. О, подрифт. Сомнительный. Те самые ворота. Я надеюсь, это втулка. Они опять не крутятся назад, чтобы ты понимал. Они же не могут сами по себе затягиваться. Идеи не должны. Нет, крутятся они как должны, просто вот люди, извините. Ну это ты открутил, понятно. В чем твоя проблема? Это точно не втулка, потому что, видишь, мы здесь крутим, оно становится легче. Так, все, мы посмотрели, теперь оно крутится нормально. В чем проблема? Без понятия. Поэтому погнали. Надеюсь, не затянутся. Но пока ощущения нормальные. Ну и что? Что-то я понимаю, пролетик. Шашечка, шашечка. Хотя не да. Это не нам. Так вот я даже не знаю, как это классифицировать. Шашечка или пролет. Каким-то потупом они, конечно, крутятся. Назад, но крутятся вроде нормально. Глюки. Глюки, да, что у меня туго крутится педаль. Я не знаю, с чем это связано. У меня чувак тоже такой был, когда я разобрался с этой проблемой. Пока у нас есть время. Все, нормально крутится, это я увидел глазами, значит, остальное глюки. Давай ты, братанчик, на Opel прямо поедешь, а не на нас. Что-то я сегодня какой-то пролетный парень. Слишком затяжное на заднем было, поэтому прыжок не вышел. Колян на разгоне. Я буду прыгать, Колян! Датчик нету, так что норм. Ну, 5 секунд, куда это годится? Мы на красный, сори, пацаны. Gimmy the green, Gimmy the green, пацаны. Зеленый, зеленый. Ах, понял. Я аккуратненько, можно? Можно аккуратненько? Аккуратненько, можно? Я в поворотик, аккуратненько. Можно аккуратненько, спасибо? Ну, я успел к зеленому. Почти. Надо было чуть пораньше. Или чуть попозже. Давай, лети, лети, лети в Форд. Че? Хотел зацепить красивый кадр за фокусом. Типа в притирку. И у меня в этот момент в нос комар залетел. Прям вот сюда. Залетел, а еще крыльями машет. Я такой, б***ь. Мне до сих пор кажется, что крутятся они туго. Я не могу понять, то ли это моя паранойя, то ли они туго крутятся только вперед. То есть назад они крутятся нормально. А вперед как будто туго. Либо я еще не прикатанный. Старайся ехать вот спереди. А то, говорю, старайся ехать спереди, а то такое ощущение, что я один катаюсь просто. Да, только я не буду даем. Ну мы... Я тебе буду кричать. Пока прямо. Так, надо, слышно, на левую сторону переброситься. Вот так, типа, ехать по левой стороне. Так, осторожно, здесь может вылечить чувак. Опа, б***ь. А вот это плохо. А вот это плохо, пацаны. Навстречку из-за поворота в самом центре города вылетать. Лучше не надо. Лучше не рискуйте. Здоровье, пацаны, оно не вечное. А жизнь вообще одна. Поэтому аккуратненько слезаем, переходим. Ну не везде. А где очко играет? Так, тогда он помешает нам сюда. И он опять лево-справо перепутал. Ну я же кричал ему, что надо слева ехать. Почему он поехал справа? Нет, Колян, конечно, странный тип, я не спорю. Бля, куда он едет? Он вообще не туда едет. Вот прям от слова вообще. Я думал, он здесь перелетит на зеленый, на пешеходнике. Он вообще поехал куда-то направо. Жизнь нас разделила. Вот не говорите мне, что он прямо поедет сейчас. Пожалуйста, пусть он повернет налево. Где дурачок этот? Летный, залетный голубец. Казачок. Где он? Вот где он? Вот я его не вижу. Ну и вы, наверное, тоже. Вот где он? Ну ты, конечно, выбираешь пути, Николай. Просто неисповедимые какие-то. Твои пути, Колян, как пути господни. Неисповедимые. Ты куда-то... Я говорю, влево, он вообще вправо. Я такой... Я же тебе крикнул, левее. Я боялся, что ты опять перепутал лево-справо. Ну вот, и теперь красный. Только я хотел красивых кадров зацепить. А не получилось. А, я промазал. Так, план Б. Сейчас налево, вот туда. Ой. Бывает. Так вот, всегда было стремно здесь вылетать. А, ладно. Опа. Окей. Допустим. Допустим, пацаны. Допустим, здесь не строят второй лактоцентр. Это очень высоко, пацаны. А, по воде, я понял. Ты легких путей опять не ищешь. Ага, тут нет заезда. Ага, понял. Брусчатка. Ненавижу брусчатку. Сейчас будем опасные действия вытворять. Сейчас по опасному поедем. Ну или не поедем. Ну ладно, поехали. Уже нырнули. Так что летим. Бля, мокро. Это плохо. Летит, сука. Зато с первого раза залетел. О, ВМФ. А что они в неоне? Так. Мокрое, это плюс 10 к тормозному пути. Хоть бы уместиться тачка сзади. Опять вода, сука. Тойота, Карина. И куда я вылетел? Бывает. На мокром сносит я. И он проскочил. Я, сука, еще раз с тобой так поехал. Я, блядь, в говне, блядь. Я не про это. Я тоже. Я не ожидал, что там будет мокро. Там видел... Там же оттуда видел, блядь, что там мокро. Не, я видел, но не думал, что будет лететь. Там справа была полоска, по которой нельзя ехать мокрая. Слева нормально все было. Ну это если ты, блядь, выйдешь на этой дороге. Самое стремное было вот здесь. Че, знаешь, самое прикольное? Я и не собирался пролетать. Меня по диаграмме... Короче, по окружности понесло. Я еще больше не смог завалиться вбок. Потому что мокрое и колесо узкое. И я под большим углом залетал туда. Поэтому меня вынесло вообще в левую полосу. Там еще я вижу тачку, которая слева должна была ехать. Краем глаза вижу, она назад перестроилась. И я между двух машин должен заходить в поворот. А у меня резина, блядь, маленькая спереди. В принципе, скользкая. Я такой, а-а-а. Ну, короче, я более-менее ногой заложил и уместился. Единственное, что когда я понял, что я просто посередине дороги, реально посередине. Вот тогда у меня вот с очком. Брабус автосервис. Ага, он там поехал под дороги. Сейчас я к нему вылечу. Предлагаю ускориться. Тачка сзади. Ну, вот и она. Понимаю. Влево, вправо, а мы прямо. Сказать, что это было красиво, пацаны, это вообще промолчать. За это, я считаю, лайк надо поставить. Потому что это было красиво. Они еще синхронно, они остановились как бы на одном диапазоне. И так прям. Я там в Москве же был, не знаю, мне опять звонят. Дайте я угадаю, кто мне звонит. А может и звонит. Да ну, Батя, ты не понимаешь, мы... Не, Батянь, давай это, давай до связи. А я что, сбросил? Нет, не сбросил. Пацаны, ну, это я еду. Какие могут быть разговоры, особенно по WhatsApp, когда у меня 4G, если я еду? Я еду, я передвигаюсь. Никаких разговоров на дорожной части. Во время движения ничто не должно отвлекать тебя от вождения. Ты едешь, ты сосредоточен. И всякие левые звонки, они вообще не делают чести. Ни мне, ни звонящему. Фу-ка ты, Колян. Ага, ладно, на мост не поедем. Поедем направо. Здесь еще хуже, чем через мост. Ну, или не очень хуже. Очень узко. Я любитель узких дырочек, но не настолько. О-о-о-о-о-о-о. Вот это лоурайдеры. Вот это я понимаю. На Ашане здесь двухподвесном прям вообще балдеж был бы. Там же совсем все плохо с пружиной задней. И прям тебя бы нормально раскачало. На жесткой, конечно, подвеске такое. Ну, на хардейле. Но благодаря резине жирной прям залетает на ура. Ага, вообще огонь. Понимаю. Понимаю. Постоим. А где Колян реально? Лишь шуток. А, вот он. Он звонит. А ты сказал, где ты? Я сказал, что на машине вообще не ехал. Ну, нам надо так-то по этой стороне. Ну, просто нам по этой стороне надо ехать. А я хотел вот так хотя бы. А нам вообще не... Хотя, кто не рискует, тот не... Пойдем. Вот здесь. Правильно. Сашка. Вообще красавчик. Бывает. Еще и между людей. Я взять не люблю. Вот сейчас волна пойдет, смотри. Влево. А их там. Плохая волна. До этого было лучше. На пятку заземлил. Ну и что происходит? Что за палево, бля? Будем прыгать. А, внизу вообще людей нету. Нахера я наверх полез. Запрыгнул, кстати, первая лесенка. На которую запрыгнул. Суки на сегвеях своих заебали. Нихуя не едут и прутся, как мы прям. Хуже наглого велосипедиста, только наглый вот такой дурак. На самокате электронном. А дурак он, потому что он не может запрыгнуть и, сука, тупит. И меня это бесит. Потому что я могу запрыгнуть. А я вынужден ехать за ним. Просто потому что у него моторчик. Это что, настройка фару BMW прямо с салона? То есть, если сидя в салоне автомобиля, она вот так настраивает фары? Так, да. Я крутану педали? Просто хочу послушать. Так, не бью там те? Сорян. Я просто проверял. Накат даже, по-моему, не меняется. Все, пускай. Я не понимаю тогда. Видимо, реально загоны. Поехали обратно. Что тебе Маманда сказала? Замолой, посмотри. А куда они собрались на ночь глядя? Замолой. А, классно. Пол двенадцатого ночи. По итогу? По итогу с маслом. Швак, у нас все было. Да, блядь, всяких долбоебов. Чувак в мире. Красный, стой. Нет, таких, как тот, который тебя не заметил на повороте на Логане. Воу, молодой, ты куда раздаешь так, а, нихуя? Вернее, нифига. О, вот это, вот это. Осторожнее, лодочек. Ой, какой красивый у меня фонг играет. Прям какой-то, знаете, джаз, джаз, джаз фонг. Мой еще такой фонг красивый, блин, ба. Ну-ка, перемещаемся. Педальку левую подняли. Оп, 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 оп. Карковка. Ну и поехали. Валежника. Главное, аккуратно. В смысле, ты че? Схуя ли я красный? Я не коммунист. А поле тогда историю, ты не знаешь? В смысле? Ты че знаешь, бэй, ты по-любому там был. Если человек знает историю, ты знаешь, что он коммунист. Я просто знаю историю. Нет, это, видимо, знаешь, вот типа ты не знаешь историю, и ты не коммунист. Ты такой, хум, если он знает, значит, ты коммунист. Ты так мыслишь. Я понял, понял. Нет, я не коммунист. Мои взгляды индифферентны. Знаешь, такое умное слово? Это похуй, но умными словами. То есть, когда ты спрашиваешь, какие у тебя политические взгляды, вместо того, чтобы сказать мне похуй, говоришь, мои взгляды индифферентны. И уже ты видишь такой, х**я себе, крутой парень. Это я знаешь, что ты куда-то узнал? Когда страничку ВКонтакте редактировал. Я смотрю политические взгляды, демократические, либеральные, коммунистические, все это знаю. Смотрю, это, индифферентны. Я думаю, что такое индифферентны? Ну и загуглил. Оказывается, вот что это значит. Нормально приземлил. Направо! Опа! Вуайрайдерс он за сторм, х**я, Ауди. Опа! 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 Вот! Опа! Продолжение следует...